Всем здравствуйте и добро пожаловать на канал! Сегодняшнее видео пойдет о том, как я изготавливаю броши. Давно был такой запросик, но сейчас только я решила вам уже показать. Итак, для изготовления подобного вида броши нам понадобится Первое, что нам нужно выбрать в интернете картинку, соответствующую, такую, какая нам понравится. Вот, к примеру, у меня распечатаны различные картинки. Вот эти распечатаны на фотобумаге. Спрашивали у меня в комментариях, какая разница, ну, что и вообще на какой бумаге распечатывать. Итак, смотрите. Вот картинки, которые я распечатывала к дню 9 мая на обычном, на обычной бумаге. Они, видите, не такие яркие. И на фотобумаге картинки получаются более насыщенные, более красочные. И также более четкий контур самой картинки. Далее, если значки были круглые, их я вырезала по контуру, то вот подобные картинки, что нужно. У меня есть несколько заготовочек разного формата, где мы можем взять такие заготовочки. Мы можем на мониторе увеличить или добавить фигуру овал, круг и перерисовать. До такого, ну, уменьшить, допустим, до такого размера, какого желаем брошку. И потом перерисовать просто контур. И затем, либо вот у меня на прозрачной, получается, это от слюда, от коробок, ну, где игрушки продаются. Почему прозрачная? Вот прозрачная, смотрите, допустим, я накладываю на картинку, и мне уже видно, как будет по центру картинка смотреться. Либо вот, допустим, вот здесь. Ну, вот, как мне ее, либо пониже сделать, либо повыше. То есть, вот несколько видов таких трафаретиков. Мы их вырезаем, заготавливаем тоже, если будем в дальнейшем несколько брошей делать. Вот видите, они побольше и поменьше есть. Также можно сделать круглые, ну, круглые попроще. Любую крышечку можно приложить. Ну, а вот овальные все-таки более проблематично. Поэтому овальные у меня сделаны заготовочки. Далее, что мы делаем? Мы накладываем, мы вырезаем картинку. После того, как картинка выстрижена, мы на нее наносим вот такой лак тонированный. Не знаю, я просто вот случайно попала на мастер-класс по декупажу. И там советовали, что очень хороший вот этот лак. Именно только поэтому я использую его, что он не меняет цвет нашей картинки. И, ну, хорошо ведет себя вообще в работе. Поэтому я его наношу на два, либо на три раза. Наносим не тонким слоем, чуть-чуть так, чтобы вот он, наоборот, жидковато на поверхности был, чтобы он растекся. Хотя редко получается достичь такого эффекта. Чаще все равно он как-то немного полосочками на картинке находится. То есть, вот смотрите, вот, к примеру. Ну, вот, в общем-то, раз, допустим, я его наношу, и кисточку берем, типа белочки, что-то помягче. Лак смывается очень легко водичкой, поэтому, в общем-то, кисточка не будет испорчена. И наношу раз, допустим, в горизонтальной или вертикальной поверхности. После того, как лак просохнет, я наношу в другую сторону, наоборот. Итак, также забыла нам еще понадобиться картон. На картон мы наклеиваем сначала бумагу. Вот эту бумагу мы наклеиваем на картон. Так они у меня вот плотные, вот, приклеены на картон. Приклеиваю я либо клеем, ну, вот, титан или вот это обычный потолочный клей. Мне очень нравится он в работе, как он себя ведет. Вот, поэтому я чаще использую его. Совсем недавно увидела, что вот такой клей хвалят. Я тоже решила его попробовать в работе, но пока еще не могу посоветовать, что вот такая большая банка, в общем-то, покупаем мы ее. И только если еще куда-то пользуем. А так чисто, чтобы использовать одну-две броши, изготовить, думаю, что не стоит. Хотя, если человек творческий, то понадобится в любом случае хоть куда. Ну, и также можно использовать обычный клей момент-кристалл, который использую я. Но я его использую больше для декора уже, вот, для этих каких-то, для бусинок, ну, для более таких уже, для украшений. Итак, мы приклеили на картон. Можем выстричь заранее картинку. Ну, почему заранее? Потому что, когда мы приклеиваем на картон, уже будет сложней выстричь. В случае, если будет на картоне уже круглая картинка, то нам только придется картон обстригать. А если мы вначале приклеим картинку, то потом вот с картоном ее хуже выстричь. Это я пробовала, поэтому, ну, это на ваше усмотрение уже. После того, как наша заготовочка подсохла, клею тоже нужно подсохнуть, мы что делаем? Еще у меня есть бусинки. Также я в работе использую бусинки, или бусинки, нет, стразы различные. И клей я наношу уже различные. Здесь тоже их подбираю по цвету, как мне нравится. И, в общем-то, как мне больше, какая здесь, вот, допустим, вот такого цвета. Покупаю их различные-различные. И в зависимости от того, какая стразинка подойдет для картинки, я наклеиваю. Наклеиваю я их также на... Клей вот на этот. Следующее нам понадобится, конечно же, различного вида шнурочки, или, как еще их... Ленточки, ленточки, шнурочки. Когда у нас подсохла заготовочка наша, мы начинаем прикладывать, какая по цвету подойдет, допустим, украшение вот это. Можно шнур. Мне очень нравится, как смотрятся вот такие шнуры подобного формата. Вот я подбираю, какой цвет мне больше понравится по сочетанию. Я выбираю тот. Также есть еще в мебель... Ой, не в мебельном магазине, в строительных магазинах. Я вот в строительном магазине вообще купила вот такой шнур. Вот я взяла его. Всего-то такой кусочек, сантиметров 30, наверное, здесь. И я его даже использую. Мне тоже нравится. Наношу клей на край и потом уже прикрепляю шнурочек. Причем, вот эту часть нужно тоже закреплять у любой ленточки, у любой тесемочки. Вот эта часть, видите, вот мохнатится, поэтому ее нужно клеем немножко здесь закрепить, закрепить, и оно подсохнет, и ленточка не распускается. Далее, что вот вообще нарядные такие нашла ленточки, тесемочки. Очень нравятся они в оформлении. Допустим, вот в оформлении они как смотрятся красиво. Красиво. Сейчас, когда у нас наклеена вот, допустим, такая тесемка, нам необходимо приклеить именно вот стразинку. Ну, вообще стразинку можно приклеивать, когда брошь уже готова, а можно вот в процессе. я их стала делать, это не бывают такие плоские, их просто приклеиваем, а бывают, даже не знаю, найду ли я вам показать. А, вот здесь вот, допустим, вот отсюда вот я доставала. И встречаются также, которые, они вот под конусом идут с обратной стороны, и поэтому их неудобно, они не лягут красиво на брошку. И поэтому мне приходилось проткнуть, сначала я, к примеру, вот можно и кулочкой, можно шилом, вот в этой, конкретно вот в этой броши, либо ножницами, чем-то острым мы прокалываем прямо вообще брошку нашу, вот эту вот центральную часть, и приклеиваем их, получается, туда углубляем. И они вот эти вот углубленные, такие стразики. После того, как у нас украшена брошь, вот так вот уже более просто, нам нужно украсить, еще сделать кружево. Можем кружево использовать готовое, купленное в магазине. К примеру, сейчас вот обычное кружево. Вот можно двойное, если вам, допустим, понравится по цвету кружево, мы можем его просто-напросто растричь и использовать уже. в таком, а бывают вот они такие узенькие. Также бывают кружева вот такие, они подороже, но они как-то иначе смотрятся на брошках, они придают большую, такую как бы, не знаю, пикантность, что ли, такие более необычные. Из таких кружев мы можем вырезать элементы. К примеру, вот смотрите, у меня вот вырезана здесь вот эта центральная часть, и я использовала ее. В этом случае я вырезаю отдельно каждый элемент и приклеиваю каждый элемент отдельно. Вот, каждый, каждый вообще отдельно. Вот здесь вот вроде целиком, а какую-то брошку я делала прямо вообще по отдельности. Вот, вот в этой, допустим, вот здесь вот по отдельности вообще приклеен каждый элемент. Так, приклеили мы. Оно, этот, типа тесьмы у нас получается. И далее берем либо готовую тесьму, ленту какую-то, либо вот можно, а, можно либо ее из ткани сделать. Можно просто по кругу, ну, как бы вот, к примеру, просто покажу вам. Вот, мы ее на ниточку нанизываем, присбориваем и прикладываем по размеру, конечно же, чтобы вот она у нас подходила вокруг. И пытаемся затем приклеить, но только после того, когда у нас лента готова. Также можно использовать вот тесьма от какой-то, ну, бывает, что какие-то тончайшие ткани, вот, допустим, старинные. Ну, вот хочется. Вот она подходит прям вот, вот такая вот, бежевая, как бы вот такой цвет, вот он вообще идеально подойдет под любую брошь. Мы его также насобируем и используем. После того, когда оно присборено, мы его наклеиваем. Ну, вот, допустим, вот. Это ленточка. Она в два слоя, то есть, как мы можем? Мы можем свернуть ее, и чтобы край был не плоский, мы ее насобируем. И в таком случае, в этом случае у нас получится наша ленточка, ну, вот такая, на кончике, пышненькая. Можно сразу посмотреть, вот, как, чем отличается вот такая и такая тесьма. тесьма или обработка нашей. Также в кружево можно, ой, в брошки можно впустить сутаж. Где-то здесь было у меня вот, к примеру, вот это вот. Видите, здесь край вот этот не обработан. И вот, смотрите, путем подбора, как можно сделать. Вот подбираем, допустим, такая, ну, такая будет ярко. Далее, вот, какую, такая будет, в общем-то. Бледновато, мне кажется. Вот. Если вы сделать хотите более на контрасте, то контрастную можно, вот такую, которая просто будет окаймлять и не будет особо выделяться, если только нам нужно вот этот край спрятать. Аккуратно наносим сюда клей. Здесь, конечно, уже приходится работать очень и очень аккуратно. Есть клей по ткани, но он очень дорогой, поэтому я, конечно же, его не использую. Так вот, клей с тоненьким-тоненьким носиком, он получается по ткани. И вот сюда вот аккуратно нужно нанести. Пока вот этого кружева нету, конечно же, проще сделать это, когда уже с ним, то тогда, конечно, посложней. Но не важно. Вот. Ну, дело в том, что просто я вам показываю, что можно использовать также сутаж в работе. Вот еще можно сеточку, обычную сеточку. Ну, к сожалению, у меня здесь не присутствует сеточка. в моих брошках. Ну, тоже смотрится она интересно. Вот, к примеру. Распределили по размеру брошки. Распределяем вот эти волнушки наши кружева так, чтобы ровно были по краю. Потом они у нас легли. Вот, ровненько по ниточке распределены. И приклеиваем их к нашей брошке. Вот. после того, как у нас брошь готова, все у нас изготовлено уже, все приклеено, нам нужно приклеить вот такую застежечку. Вот, к примеру, вот у нас она почти готова. Нам необходимо, к сожалению, я не приготовила фетр, кружочек фетра, к примеру, вот такого формата чуть-чуть-чуть-чуть поменьше фетр вырезаем, либо кожу и мы ее наклеиваем на нашу вот эту заготовочку, а потом берем застежку, ну, застежки бывают разные тоже я использую, бывают, конечно же, и такие вот и бывают круглые. Ну, и поэтому в зависимости от того, какую мы решили приклеить брошку, мы приклеим. Можно ее пришить, но как-то я приклеиваю и, в общем-то, держится крепко. Приклеиваю к фетру причем я вырезаю немножко ткани, чтобы вот в это углубление немного сначала ткань приклеиваю, фетр сначала вот сюда приклеиваю только уже затем приклеиваю его вот к этой основе. Тогда и вот эта внутренняя часть заполненная и, в общем-то, хорошо держится. ну и вот после того, как приклеили мы нашу застежечку, нужно подождать, когда высохнет и брошки готовы. Итак, спасибо всем огромнейшее за внимание. Если возникают еще вопросы, задавайте в комментариях, буду рада вам ответить. Также если понадобится более подробное еще что-то рассказать, показать может быть, если недостаточно вам был моего рассказа, ну, задавайте вопросы. Всем до новой встречи и пока-пока.